Друзья, мы по-прежнему находимся в Белгород-арене на первом дне чемпионата России по компьютерному спорту. И, собственно, я беседую сейчас со вторым участником полуфинального матча, проходившего на сцене. Это Михаил Коренев, он же Янко Старый из команды Хасу. Михаил, здравствуй. Здравствуйте. Ну, Михаил, собственно, студия аналитики перед началом матча предсказывала, что это будет упорное противостояние со счетом 3-2, но склонялась все-таки чашу весов в сторону Минделя. А ты поломал шаблоны и победил в решающем сете. Последняя попытка от Минделя убить Гэрри. О, Минделя, Минделя отправляется в матч за третье место, господи! Скажи, пожалуйста, собственно, для тебя это явилось неожиданностью. Как ты к этому готовился и как оцениваешь, собственно, произошедшее сам? Конечно, я готовился к этому матчу за неделю до часового чемпионата России. Довольно длительно разбирал и игры Минделя, и свои ошибки. И это было очень неожиданно на самом деле, потому что до этого я Минделя, наверное, ни разу не побеждал. Я не помню, чтобы я побеждал Минделя в БО-5 так точно, потому что я считаю, что он все-таки сильнее, опытнее как игрок. Но все-таки мне кажется, что удача была на моей стороне, и, конечно же, подготовка дала себя знать. Самая большая неожиданность в ходе этого БО-5 какая? Самая большая неожиданность, это, конечно же, карта Берлинград, после которой я хотел уже в какой-то момент написать ГГ, но потом подумал-подумал, и, в общем-то, так как это уже был счет 2-1, то не хотелось как-то проигрывать 3-1. Затянул игру, получилось выиграть, хорошо. Это твое первое было выступление на такой большой сцене, тем более вот на таком крупном чемпионате с призовым аж полмиллиона рублей. Нервничал или железные нервы, стальная воля? Да, это первое такое выступление на большой арене. До этого таких турниров у меня не было. И, конечно, я очень сильно нервничал. Я, может, это не показывал, но на самом деле внутренние противоречия, как это было. Я, конечно, за несколько лет научился как-то контролировать это, но все еще, когда какие-то большие такие соревнования, то нервы, конечно, нужно тренировать дальше. Понял тебя. Собственно, менее суток отделяет нас от финального матча чемпионата. Там твоим оппонентом станет Милки Коу. И, собственно, есть ли у тебя заготовки под него? Или ты полностью фокусировался на полуфинале? Милки Коу, конечно, очень серьезный оппонент для меня. И я к нему, если честно, не готовился. Я готовился именно к полуфиналу и матчу за третье, потому что думал, что так далеко я не зайду. Но буду пробовать какие-то свои билды, которые у меня есть в голове. И потом, что получится, узнаем уже завтра. Интервью, которое мы сейчас записываем, выйдет уже после чемпионата России. У тебя есть какие-то предположения, что ждать завтра от Милки Коу? То есть он это интервью никак не увидит. Ты можешь попробовать вангануть и попробовать угадать. Если ты этого хочешь, я не настаиваю. Но если ты готов, попробуй сказать, вот Милки Коу будет играть там вот это, а там вот это. И посмотрим, получилось ли угадать или нет. Ну, я могу предположить, что Милки Коу, конечно, первые матчи свои будет играть очень агрессивно. Так как он все-таки такой молодой тоже парень, который постоянно играет на скорости. И, конечно, в макро с ним играть. Будет очень и очень тяжело. Но, конечно, если он будет как-то, ну, скажем, пробивать, пушить, то мне кажется, что у меня есть шансы на этом как-то отыграться. Для тебя золото – это достижимый результат при определенных обстоятельствах? Или ты все-таки будешь играть, ну, скажем так, без особых надежд на победу? Или все-таки, ну, соберешься, попробуешь одолеть? Ну, в принципе, потому что, как бы, ну, Милки Коу, с одной стороны, это, там, большая величина, но, с другой стороны, он играет очень часто нестабильно. То есть вот как ты считаешь, что вот если все правильно сделаешь, получится его переиграть? Если, конечно, все звезды, как говорится, сложатся, то получится его переиграть. И я очень надеюсь, что именно завтра все будет хорошо, и я буду с ясностью мысли играть против Милки Коу в полную силу. Хорошо. Если в целом говорить о чемпионате, наверное, вот именно твое попадание в полуфинал стало самой большой неожиданностью этого турнира. Многие этого не ожидали. Собственно, для многих людей, кто в Старкрафте, и кто его там смотрит совсем редко, там, условно, кого можно назвать казуальной публикой, они тебя могут вообще даже не знать. Поэтому вот, собственно, расскажи, пожалуйста, ну, то есть, как ты так вышел на такой уровень игры, уверенный, что смог Крида переиграть? Я же правильно помню? Да, да. Что смог переиграть Крида, что смог выйти в полуфинал, вот приехать сюда, показать такой результат, обграть Миндель и выйти в финал. Конечно, чемпионат России на самом деле до этого момента я не готовился совершенно. Я был занят полностью учебой, так как я недавно поступил в ВУЗ все-таки. Ну и, конечно, я эту игру очень сильно люблю и все-таки надеюсь, что у меня какой-то приемлемый уровень высокий все-таки появится в ближайшее время. Но как бы хорошо, что получилось так, что я попал сюда. И, конечно, было очень круто, что сыграть на этом турнире как на такой большой арене. Да, это было неожиданностью и даже для меня смогло. Планы на будущее теперь какие? Будешь продолжать набирать уровень или все-таки сейчас фокус на учебу? Учебу, конечно, я не буду оставлять. Это всегда было в моем приоритете. То есть сначала учеба, это потом уже старкрофт, потому что старкрофт это как бы я больше рассматриваю как хобби. Но после того, как я… Вот этот турнир закончится, то я думаю, что буду продолжать тренировки и дальше набирать все обороты. Хорошо. Такой вопрос. А, кстати, собственно, на кого учишься-то? Расскажи широкой публике. Сейчас у меня факультеты информационной безопасности телекоммуникационных систем. У меня. И, конечно, мне эта профессия очень нравится, потому что я ее долго изучал. Подожди, скажи, пожалуйста, ты случай мне никак не связан с тем, что вот Рутуб недавно лег? Нет, конечно, нет. Но я думаю, что если бы я работал сейчас, ну, сейчас уже закончил вуз и имел какой-то стаж, то я думаю, что я бы его защищал. Нет такого. То есть вот на той картинке, где два кота, вот ты тот, который Defensive Cat. Ну да, это так. Хорошо. Хорошо. Собственно, ну и ты, естественно, после окончания будешь по профессии работать. Или попробуешь пару лет по фуллтаймить, если будут такие условия, возможно. Если будут условия, то я буду работать точно по профессии. Нет, я имею в виду киберспорт, если будут какие-то там, ну, скажем так, сложить условия, стать фуллтайм прогеймером на пару лет хотя бы, ты попробовал бы или все-таки кончил вуз, пошел работать, а StarCraft так вот всегда. Ну, как Агуар, например. Он всегда считал, что это для него побочная история и, собственно, никогда не пытался быть прогеймером фуллтайм. Ну, на самом деле, я думаю, что я не буду стараться точно быть фуллтайм прогеймером и буду именно фокус делать на работу и учебу. Хорошо. Собственно, насколько, помню, ты играл на дримхаке, на отборочных. Расскажи, пожалуйста, про отборочные, которые прошли совсем недавно. И скажи, также будешь ли в будущем продолжать это. Конечно, хотелось бы присутствовать на всех квалификациях к крупным турнирам. Там я проиграл в Фурджуме, получается, который немецкий протос очень сильный. И как бы поэтому, ну, я бы сказал, что мне больше не повезло, потому что в Фурджуме я тоже могу побеждать. Ну, а дальше я буду продолжать как-то тренироваться, готовиться и проходить квалификации. Понял. Понял, понял, понял. Собственно, долгое время ты был игроком Академии 3D Clan, потом перешел в команду Хасу. Расскажи, пожалуйста, что, собственно, на твой взгляд, удачного и неудачного было в одной команде, во второй команде? И что вот для себя наиболее ценно, что может давать команда игроку? Мне кажется, что команда дает, прежде всего, поддержку игроку, как моральную, так и даже материальную. Ну, конечно, материальная – это как бы такая сторона, которая есть не у всех, но мне кажется, что главное – это все-таки моральная поддержка команды. Ну, окей, понял. Собственно, ты, получается, не разделяешь такого тезиса, как вот пару лет назад высказал Милкиков о том, что если команда не платит, она вообще не нужна. Да, я не разделяю совершенно, потому что все-таки команда – это как бы взаимодействие людей со схожими интересами, и, конечно, поддержка игроков очень-очень важна. Но не кажется ли тебе, что вот раньше команда, вот на самой заре, еще в первом Старкрафте, лет 15 назад, команда – это были, ну, то есть коллектив людей собирался, вот они между собой тренировались, играли, это была команда. Потом к команде притесались менеджеры, начали это все монетизировать, потом монетизация, ну, конкретно в СНГ Старкрафте закончилась, остались какие-то коллективы с менеджерами. Вот у тебя есть какой-то коллектив, то есть, а при этом коллективы с вами остались неформальными, не закрепленными за командами, то есть люди, которые между собой тренируются. Вот у вас есть какие-то тусовки, которые действуют параллельно командами, и как это вот все соотносится, можешь рассказать? А с параллельными командами, с другими? А тут у нас тусовки игроков, там, подобное. Ага. Ну, вообще-то тусовок игроков именно как таковой, я думаю, и нет, но, конечно, мне кажется, что менеджеры, они должны, ну, быть в каждой команде, как так или иначе, и чтобы именно направление развития, вектор развития, как бы команды шоу ввысь, стоял, как обычная такая команда, в которой просто игроки играют, и все, и больше ничего не происходит. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, если смотреть на все происходящее в Старкрафте последние лет пять, на твой взгляд, какие перспективы игры, будет ли она продолжать жить, или же все-таки последние, там, два-три года происходит стагнация, и скоро мы все закончимся как сообщество? Сообщество Старкрафта уже давным-давно живет, и на самом деле, как говорили, десять лет, ну, вообще десять лет ее уже хоронят, как бы, на самом деле. Ну, чуть меньше, но примерно, да, примерно так. И, как вы видите, она все еще живет, и будет продолжить жить, пока живет комьюнити, которая любит эту игру и продолжает в нее играть. Я думаю, что Старкрафт еще, ну, года два, я думаю, проживет точно, а дальше будем смотреть. Дальше после Старкрафта, говорят, будет новый секретный проект Frost Giant, который... У тебя есть какие-то ожидания по поводу этого проекта? По поводу проекта Frost Giant, я, конечно, за ними слежу, и хотелось бы, ну, как-то, я, наверное, уже к тому времени, пока как-то все устаканится в этой дисциплине, я уже буду работать, но, конечно, хотелось бы попробовать их проект и поиграть. Понял. Собственно, наверное, закончим интервью. Михаил, ну, собственно, я желаю тебе завтра показать максимальный свой уровень, показать красивые игры. Ну, а пока что передавай приветы тиммейтам, фанатам, вот всем тем ребятам в часике, которые кричат там, несите Янгстару следующего. Я им передаю большой-большой привет, потому что это, как бы, моя команда поддержки, с которым я очень хорошо общаюсь. Передаю привет своей команде, Хасу, в которой я до сих пор состою. Ну, и, конечно, конечно, хотелось бы сказать всем спасибо, кто поддерживает меня и будет поддерживать дальше. Спасибо большое. Собственно, друзья, мы вернемся уже завтра с новыми интервью, а на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok